Слава Богу! Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему, Господу, Искупителю нашему. Вот, и я сейчас тоже обращаюсь к тем, кто видео будет смотреть. Я сейчас в гостях, здесь в Центре реабилитации. Еще раз, как называется? Юбилейный год. Юбилейный год. Север. Север. Север, да. С Кривого Рога. Всем большой привет, огромный. Слава Богу. Я думаю, что потом еще сделаю фото. Вот, братья здесь. Вы тоже помашите, может, и руками. Как раз. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Даже вы, братья. Класс. Да, слава Богу. У нас такой реабилитации нет как таковой, но если что, мы там людей тоже. Там, в Киевской области есть реабцентры, благоставляем туда. А вообще, вот, освобождаются люди, вот, прям вот, на служении. Просто вот, в присутствии Бога, по молитве, вот. Но уж не важно, как это происходит, вот, при каких обстоятельствах. Самое главное, что свобода, она от Иисуса Христа. Кого Сына освободит, он будет по-настоящему свободным человеком. Аминь. И это правда, это истина, это на самом деле так оно и есть. Вот. И о чем хочу сказать, что действительно, как Иисус сказал, Иоанна написана 8.32. Можете записать, как раз вы пишете, молодцы. Это хорошая традиция, хорошая такая практика, потому что, когда человек, он еще не просто слушает, а еще и записывает, смотрит, записывает. А если еще потом пересказывает еще, то запоминается очень много уже. Иоанна 8.32. И там говорится, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Слава Богу. А можно там все-таки дверь, это окно закрыть? Все-таки, да, брат, спасибо. Или дверь можно закрыть, мы считаем. Вот. Да, оно сквозит. Да. Сейчас весна, время такое очень интересное. Ну и погода обманчивая, конечно. Да, да, да. Весной. Вроде солнышко, вроде привлекает уже, а так да. Ну здесь еще не так еще. А вот там, если подбрать далекие регионы, где-то, в Дальний Восток, там вообще обманчиво настолько, что удивляешься. Ну ладно. Вот. И, да, спасибо. И знаете, друзья, Иисус сказал, что познайте истину, истина будет вам освобождением именно, сделать вас свободными. Она будет делать вас свободными людьми. И он это сказал людям, которые уже в него уверовали, которые были уже верующими. Да, они из детства были все верующие, фактически. Вот. Но мало того, что они были верующими, они еще уверовали, что Иисус есть Христос. То есть они уверовали, что Он есть Господь, Спаситель. Вот. Это апостолы и там ближайшие ученики, какие были возле Него. Но, однако же, многие, они, знаете ли, обиделись тогда. И, в общем-то, не все поняли правильно Иисуса. Далеко не все поняли правильно. И до того многие не понимали Его. И в этот момент многие не поняли Его. Что имел в виду Иисус? Что Он имел в виду, что люди не просто должны быть верующими, да? А должны стать Его учениками. Должны учиться. Должны... Что спасение – это не просто что-то там на блюдечке нам дается, да? А то, что мы должны освоить. То, чему мы должны научиться. И в чем мы должны жить. Это очень важно. Аминь. Вот как раз, пока сюда ехали, вот пару слов там услышал как раз. Тоже о том, что многие приходят, да, допустим, например, на милитации, да? Да. И далеко не все до финиша доходят. Знаете, как говорят, цыплят по осени считают, да? Считаю, считаю. Вот. Поэтому здесь, знаете ли, а еще говорят, не говори гом, пока не перепрыгнешь. Потому что многие верующими называются, как бы, и в принципе, ну, это хорошо, конечно. Лучше, чем отрицал бы Бог вообще все святое. Но и бесы тоже веруют по-своему. Да. И тоже как-то веруют по-своему. И в принципе, как там Достоевский говорил, там, великий русский писатель, да, Петр Михайлович был такой. Достоевский. Он говорил, что абсолютный атеист, это либо абсолютно негодяй, либо абсолютно идиот. Но он как-то таки выразился там в письмах друзьям своим. Вот, по его мнению, даже люди, которые там отрицают Бога, вроде бы, прилюдно, но, как говорится, я втрирую Бога, так да Бога. Вот, все равно, что люди даже порой там, говоря, бьют себя в грудь, там, говорят, что они там атеисты, там, значит, там, и не верят Бога. На самом деле, все равно, любой человек, он, ну, верит. А, вот там кто-то подошел. Да, да, да. Козички. Кормилица наша. А, ну да, слава Богу. Да, здесь и коза у них есть, здесь и курочки. Молодцы, братья. Рядь, позанимаемся. Молодцы. Слава Богу. Слава Богу. Вот так и должно. Вот. Это кто-то свой, да. Вот, и о чем хочу сказать, что познание истины – это процесс. Это процесс, это не просто так вот, знаете, быть верующим – это процесс, быть христианином – это процесс, это не просто так вот, знаете, вот уверовал и вот на тебе, ты уже как бы совершенно верующий. Нет, это процесс, всю жизнь учимся, это наука, школа Иисуса Христа, это наука всей жизни. Аминь. И мы идем всю жизнь по этому пути, Иисус, да, здравствуйте, приветствую вас. Иисус тоже, да, присаживайтесь. Иисус не говорил, что он, знаете ли, как эскалатор такой, вот, наступил, и он сам себя березен. Приветствую вас, пожалуйста, присаживайтесь. Садитесь. Вот, Иисус есть путь. Вот, и путь, скажу так, в дороге всякое бывает, вот, кто там путешествует, вот, к примеру, даже если в машине, допустим, собрался, да, в дорогу, к примеру, ладно, там, если там по городу, да, а если собрались куда-то там, ну, в другую область там ехать, да, то надо с собой там, ну, запаску там, вот, и много всего остального. Мало ли что, в дороге не может быть. У меня была тоже там машина, любил собирать, разбирать ее, 40-й москвич был. Ой, москвич. Классика. Да, оборотистая. В принципе, на днище по грязюке пролезал, в общем, по таким местам, что там другие машины как бы и глохли, и стояли. Вот, значит, и, но тоже с собой все время у меня было все, чтобы на любой момент можно было, в принципе, кроме движка, все остальное, как бы так, рукавы перебирал. Вот, даже и там редуктор, и мост, значит, и коробку передач собирал один раз, правда, в Марокке было столько, но собрал таки. Вот, и, ну, знаете, когда машина, примерно, ну, в дороге всякое бывает. В дороге, вот, на самом деле, ну, здесь-то в таких широтах относительно спокойно. То есть здесь, как бы это, ну, бывает тоже экстрим на дороге, но в целом спокойно. Ну, вот есть такие регионы, есть такие места, есть такие страны, где очень неспокойно на дороге, очень, ну, то есть жизнь на властке порой. Тоже в таких регионах я бывал, в таких странах, вот, и, к примеру, там есть одна такая, ну, раньше в советское время такая гиблая дорога считалась. Вот, от Абакана до Красноярска. Каждый год там погибали люди, и порой много людей погибало там. Вот, зимой, в зимний период, там, ну, гиблые места были такие, что, вот, если что-то случилось с машиной, то выжить очень шансов было мало. Вот, там, значит, за Саяно-Шушинской гестой, там были такие места, таежные. Ну, как, на карте дорога была, а фактически ее, как бы, и не было фактически. Вот, ну, в зимнее время там проезжали, да, но бывало, что заносило, вот, снегом там, ну, если никого не будет поблизости, то, ну, человек погибал там, просто-напросто замерзал, или звери задирали вот там, вот, всякое бывало тоже. Вот, или в Якутии, допустим, в Якутии тоже, в Якутии объездил, Ямал-Ненецкий, автономный, тоже в свое время. Аляску, даже американскую Аляску, вот, тоже проехал всю, вдоль и поперек, фактически, в свое время. Вот, и, ну, на Аляске, конечно, тоже экстремально было, но даже Заполярье, ну, это американское Заполярье уже, и, значит, американцы там, конечно, сделали для выживания все удобства, все условия. То есть там сгинуть можно, но, как бы, больше шансов выжить у себя, не всегда. Хорошие дороги, сообщение хорошее, вот, значит, и даже в Заполярье, там, я удивился, как можно строить хорошие дороги, вот, ведь там машины тоже такие, порой немаленькие, ездят в этом Заполярье, вот. Вот, и, вот, а если, допустим, да, и теплые туалеты в Заполярье зимой, я там чуть не расплакался, первый раз, когда был зимой, вот. Вот, ну, там уже потепело, было уже минус 50, вот, а перед тем были очень сильные морозы, вот, резко опустились температуры, вот, 65 было, до 73 доходило по Цельсию, минус 65, местами минус 73, но я не заставал минус 73, я 65 заставал. Вот, а чуть подальше от нас было 73 уже зафиксировано тогда, экстремальная температура, вот, техника вся стоит, работать невозможно, даже выйти невозможно, дышать нечем просто вообще. А если пытаешься вдохнуть, то просто моментально вожьешь легкие, вот, моментально у тебя будет обледенение и смерть. Вот, значит, то есть, как бы, очень, для выживания условия, ну, очень-очень такие сложные. Хотя в американском Заполярье, да, там, допустим, значит, все-таки созданы все условия для выживания человека, вот, там всегда подогрев, в любом подъезжаешь месте, любой поселочек, вот, абсолютно даже, там буквально два домика стоит, там всегда подогрев у них есть для автомобиля, вот. Вот, ну, когда температура чуть поднялась, там, до минус 50, мы опять за работу, опять, значит, и на этих машинах, опять дальше, до самого океана, северного Ледовитова ехали. Вот, и, значит, я к чему говорю, что в дороге всякое бывает, вот, и бывало, что и находили трупы, вот, находили, ну, это, ну, вот, в Якутии, допустим, да, ну, страшно, конечно, тяжело, когда молодые пацаны просто так вот, ну, по глупости, вот. Вот, не имея опыта, поехали, просто, и все, и в кабине два трупа. Ну, не подумали о некоторых вещах, которых нужно, просто было подумать, а старшие люди, они просто рассказывали, что нужно сделать, просто, что нужно брать с собой, что нужно, чтобы выживать в этих условиях. И, знаете, в крестьянском пути тоже надо многие вещи просто знать. И, как правило, если ты, вот, ну, как вот все пацаны, допустим, да, в Якутии, они, знаете, вот так вот, может, кино видели, может, видели, ну, надеялись, что все, ну, пронесет их, нормально. Они не послушали, видимо, и, может, не хотели слушать, не знаю, короче, вот, старших. Знаете, когда вот человек приходит ко Христу, да, он попадает, как бы, в эту школу Христа Иисуса. И в церкви есть люди разные, есть наставники, есть те, которые прошли какой-то путь определенный уже, да, отрезок пути. Они уже знают средства выживания, и не знают, как в этом пути выжить. И здесь вот на обум, на вось, небось, ну, очень рискованно. Ну, смерти подобно, фактически. Вот. Можно, конечно, самому получать обморожение, можно самому там лишаться конечности, там, и прочее. Вот, на своем горьком опыте что-то узнавать. Вот. А можно просто, ну, быть внимательным и послушным. Вот. И это даст тебе больше шансов на выживание, как бы, и сохранность. Вот. В духовном мире то же самое. В духовном пути христианском то же самое. Я в этом много раз убеждался, много раз. И, знаете, вот, ну, уже больше 30 лет несу служения православного священнослужителя. Вот. За эти годы, как бы, тоже разные видел истории, разные видел примеры, и хорошие и плохие, разные примеры. И всегда, вот, самый хороший пример для меня, это, ну, человека послушного, на самом деле, не гордого, который внимательно слушает, анализирует и, ну, совершает свое спасение, будем так говорить. Помните, вот скоро Пасха, да? Помните, когда из Египта народ вышел, там было множество людей, вот, и, значит, мужчин призывного возраста сколько было там, помните? Вот. Больше полмиллиона, помните, да? 600 тысяч человек. Мужчин призывного возраста. Ну, считали те, кто может носить оружие, перепись такая была. Вот. А те, кто еще был мал, юн или же уже стар, слаб, их не учитывали, не считали. Вот. И женщины не считали тогда. Это сейчас в Израиле с кармой служат все там подряд, и мужчины, и женщины все служат. Ну, школу закончил, я это в армии. А тогда, значит, да, считали, как мужчин призывного возраста способных воевать. Значит, и таких было больше полмиллиона, 600 тысяч человек. Вот. Это когда вышли из Египта. Это огромная присоциальная армия, да? Значит, 600 тысяч человек, шутка ли? Вот. И из этих мужчин призывного возраста, это на старте, на старте, вышли из Египта. А на финише сколько было, помните, сколько? Сколько из них дошло до земли обетованной уже? Два человека. Да. Высок, да? Да. Два человека. Да, был третий еще, Моисей, он уже видел финишную, он уже был рядом, но он не вошел туда. Вот. Сошел с дистанции, самое обидное, наверное, это вот цепь из дистанции, когда уже вот, уже вот финишная, уже все уже. Ты уже, уже всю дистанцию прошел, вот, и уже, казалось бы, все уже. Ну, хотя бы третье место на твое. Не, сошел с дистанции. Вот. Вот, всякое бывает. Ну, хотя Бог, а Моисея приготовил ему, на самом деле, подарок. Ну, на самом деле, он не, как вот говорят, сейчас там, не знаю, что, не, не. На самом деле, а Бог приготовил о нем даже лучшее, на самом деле. Почтил его, потому что он, ну, ладно, то есть, Моисей, помните, когда Иисус, гора преображения, да, там был Илья и Моисей. То есть, Моисей-таки он именно действительно, вот, и Машиаха Христа видел вот так вот, на горе там, потрясающе. Ну, ладно, вот, короче, Иисус с нами, Нехалев, два человека, пока вошли в землю обетованную. Иисус с нами, Нехалев, вот эти два человека, написано, в них был иной дух. А все остальные костюмы легли в пустыне. То есть, за 40 лет странствования, 600 тысяч этих человек, они все там умерли в пустыне. Вот, и у женщин, не знаю, там не написано про женщин, какая у них была статистика. Вот, я даже говорил, что у себя как-то в церкви на эту тему тоже говорил, в Киеве, я говорил, что, может быть, не так печально было у женщин, конечно, все-таки. Ну, а там не знаю, короче. Вот, но из мужчин вот такая печальная статистика. 600 тысяч на старте, на финише двое. Вот, и о чем это нам говорит? Что цыплят-таки по осени считают. Что на самом деле, стартовать – это далеко не все. Выйти из Египта – это хорошо, это подвиг, это хорошо. Сказать Богу, да, согласиться с Его планом спасения, в то время, как сейчас Иисус Христос, да, для нас спаситель. А тогда для того поколения был Моисей. И тогда нельзя было, там, собраться, допустим, какую-то, ну, альтернативную какую-то группу, допустим, да, группировку такую, и сказать, избрать своего личного важня какого-то, и сказать, вот, давай, поводи нас сейчас из Египта, мы пойдем другим путем каким-то, не за Моисеем, вот, не вместе с ним, а пойдем как-то, ну, другими путями, давай. Вот, даже если такая группа и собралась бы, допустим, да, ну, ну, просто-напросто они сгинули бы и все бы, вот. Значит, но в то время был только вот един Бог, да, и вот между Богом и человеками был только вот один посредник, ходатай был тогда, это был Моисей, он был прообразом Ашиаха, прообразом Христа. Да, он был, он даже говорил в конце пути, помните, да, что пророк, вы как меня, говорит, воздвигнет Господь, его слушайте. И будет, кто не послушает его пророка, говорит, то, ну, все, кровь его на нем. Получается, что, ну, Моисей был только лишь для одного поколения спасителем, получается, вот, как бы, путеводителем таким, да, спасителем. Вот, а Иисус Христос, будучи живым Господом, воскрешим, Бог воскресил, Иисус написан из мертвых, и Иисус вознесся и на веки, вот уже два тысячелетия, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, написан человек, Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Вот истинная жизнь. То есть, сейчас для нас исход совершается, но путеводителем и вот вождем спасения нашего, да, является сам Иисус. И сам Иисус Христос. Слава Богу. Вот, и вот тогда, в те времена, когда Моисей выводил, будем так говорить, да, Бог через него совершал это вот деяние, не все ж поверили Моисею, не все ж верили, помните, да, что всякое было, вот, и когда уже даже вышли, казалось бы, все хорошо, чудеса такие, такое чудо, море раступило, шутка ли. Но Библия нам, что показывает-то, что коротка очень память человеческая, и что сердце очень, наоборот, человеческое неблагодарное. Даже будешь делать много добра, потом где-то что-то не угодил, все, тебя камнями закидает, заплюют. Вот, ну, это, ну, это, это, как бы, гнильца, она в человеке есть, в любом. И, как бы, просто, когда человек верующий, да, и с Богом, то Бог очищает от этой гнили сердце человека. Если, опять-таки, если человек, ну, предает Богу это все, и соглашается. Знаете, как вот мясо, допустим, да, вроде чистое мясо, да, помыл его, все, да, хороший кусочек, все, положил воду, да, газ зажег, все, значит, оно начнет кипеть, и что появляется? Накипь, да, да, снял ложкой, немного подождал, опять появляется, что такое, откуда, ты не видишь, это ты не знаешь, но процесс кипячения и всякая гадость насчет выходить. Всплывает. Да, все это всплывает, и все это собираешь, выбрасываешь, и потом раз, бульончик, чистенький, аккуратненький, мясо, прекрасное, все. Вот нечто подобное происходит с нами тоже, вроде как бы, помыли, вроде все нормально, да, вот ты чистый кусок, хороший. Ха, ха, но когда баран в тебя точек, и начинает кипятиться все, да, всплывает всякое такое, а потом еще подкипит, еще всплывет, и далеко не сливки всплывают. Короче, всякая гадость всплывает. И вот я так рассуждаю тоже, готовить люблю, надо так, в охотку, вот тоже рассуждаю, потом думаю, вот борщ готовлю, допустим, да, вот у меня там есть свой рецепт фирменный такой, вот. Если приготовляю, допустим, вот я говорю, что вот наш процесс приготовления, он похож, наш процесс приготовления, тоже необходимо пройти какую-то притирочку, обрезочку какую-то там, значит, там, и что, и вот это кипячение. И когда уже все полностью пройдет, уже, да, вот тогда уже, да, вот уже действительно человек готов. Вот, и Бог вообще хочет, Бог написано хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Помните, да, Тимофей Павел пишет, что Бог хочет, во второй главе, первая Тимофея, вторая глава, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, это одна часть, а вторая, и достигли познания истины. То есть, спаслись, это, я так понимаю, вот для Господа отделились, да, а затем что? А затем вот процесс вот всякие обрезочки и проварочки начинается, приготовление нашего. Вот так вот, друзья, так что, братья, варитесь. Не, серьезно, знаете, вот, если мясо положить, допустим, просто в теплую воду, и она лежит в теплой воде, что-то всплывет, конечно, что-то всплывет, но это, оно может всю жизнь лежать, и ничего, если там особо, толку не будет. Значит, но если пройдет проварочку, я так и обсуждаю, проварочка наша, это как раз вот именно, ну, стесниванные обстоятельства. Да, всякие обстоятельства, и особенно, когда мы друг об друга обтираемся, вот, это самая проварка серьезно начинается. Если ты один где-то там в келье, где-то там Богу молишься, то, ну, дай Бог тебе здоровья, все. Вот, там особенно не проваришься, на самом деле нет, это даже на Востоке, говорят, там, эти буддисты, недавно как раз, там, кто-то из друзей, там, выложил, забыл, я себе скопировал, даже, ведь, эту мысль. Там, как бы, какой-то мудрец ихний, лава дзы, что ли, и ходят, там, какой-то дзы, там, значит, сказал, ну, хорошую мысль сказал китайец этот, что вот, легко быть святым, говорит, на гошине тянь-тянь-шане, где-то там, в горах, там, где-то высоко, но трудно быть святым на, 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 на шумной площади, рынка, говорит, как-то так он выразился, да, вот, значит, там, значит, там, где-то только ты, вот, и небо, все, как бы, ну, в принципе, что ж, многому не надо, вот, а здесь, когда ты, вот, среди людей, таких же, как ты, несовершенных, вот, вот здесь начинается самая проварка наша, как раз, вот, пусть Бог поможет нам всем, благословит нас, мы все проходим, в разные периоды, разную проварку-то проводим, проходим, приготовление, вот, и, знаете, когда Иисус уходил, еще тоже такой гастрономический пример, такой, кстати, тоже, да, хороший, когда Иисус уходил, то, помните, Он сказал, да, там, и у Матфея, и у Луки, там, и у Марка записан очень красивый, так вот, этот эпизод, вот, это описан, и у Марка, и у Матфея, что, значит, когда Иисус уходил, Он сказал, что, кто будет веровать, да, идите по всем народам, говорит, да, значит, делайте учениками всех, кто будет веровать, говорит, и креститься, спасем будет, да, кто не будет веровать, у Марка, этого, 16 глава, там, как раз эпизод кульминационный такой, самое последнее, завершение, последние стихи Евангелия от Марка, очень красиво написано у него, вообще, шикарно, что вот, а кто не будет веровать, Он сказал, осужден будет, кто не будет веровать, будет осужден, и вот, а дальше Он сказал, что, уверовавших же будут сопровождать сии знамения, и там, значит, там, бесов изгонять, там, и там, чудеса всякие перечислять, исцелять, да, там, о, Господь, помоги нам, действительно, быть вот такими верующими, которые, вот, действительно, эти знамения сопровождают, я, вот, 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 перед тем, как братья как раз приехали, то, значит, разговаривал как раз, значит, по этому, как там, в отцах называется, да, с одним своим старым товарищем разговаривал, в Липецке живет, Дима зовут его, мы вместе с ним учились когда-то давно, в училище художественном, я художник по своей специальности, доцерковной, моя церковная, доцерковная специальность моя, художник, художник-оформитель, мы вместе с ним учились в Орле, в Орловском художественном училище, вот, тогда, 83-84 год, 85 год, вместе учились, и вместе в мастерской даже тогда работали, а потом пути разошлись, так вот, и в 87-м году он к себе в Липецк уехал, вот, тогда молодым художником совсем, значит, да, и, ну, его отец там в Липецке, вот, он был там, союзу художников, там, работал в союзе художников Липецкой области, вот, а мой путь пошел совсем другой, я в церковное служение пошел тогда, 87-й год, и начало 88-го года, я тогда хором руководил, читал, первое, первое, вот, мое церковное служение, ничего, с такими, вот, ипподиакон, потом диакон, в 91-м году стал священником, и начал служить, как ипподиакон и диакон, то он служил в Орловской области и Московской области, а как священник в 91-м году, последние месяцы были как раз союзы еще, вот, в Рязани, в Рязани и в Рязанской области послужил, а потом в Брянской чуть-чуть области послужил, то есть до 96-го года я служил в России, и, в общем-то, даже не думал, что там перееду куда-то, а в 97-м мы переехали в Украину уже, в 97-м, да, получается, а в 98-м уже с Кривым Робом познакомился, кстати, первый раз, я приезжал сюда в 98-м, да, вот, пастор был Валера Порскоряков, вот, и он пригласил меня, встречал здесь меня, да, вот этой, роковатое там, вот, и, слава Богу, еще братья пришли, да, минимум? Так что, да, у нас такая тайная вечеря, она расширяется. А сколько вообще братьев, братьев, сколько вообще проживает здесь вообще братьев? Нет, тут у нас 13 человек, 13 человек, а-а. Ну, это гости приходят, а-а, братья наши, братья наши, а-а. Живут рядом, рядом живут, да? Я только сегодня приехал. Да? А откуда приехали? Запорожье. Запорожье, а-а, слава Богу. Тут еще церковь Знамени Любви есть. Вы же разслужили, да? Вот это братья со Знамени Любви. Да, приветствую. Вы со Знамени Любви, да? Да, 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 да. Прекрасно. Да. Наши. Здравствуйте, Алиси. Сейчас вам просто 10 человек. А-а, все. Вот, ребят, шесть и чуть-чуть. Войны креста. Войны креста. Войны креста, да. Здравствуйте. Присаживайтесь, братья. Здравствуйте, да. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Вот еще есть места здесь. Последние будут первыми. Первыми. А, братцы, братцы, Алиси, здесь тоже вот. Вот. Так что, вот так, братья. Там пишется хоть? Пишется, да, вон. Хорошо. Так что, друзья, для вновь прибывших, для тех, кто только пришел. Значит, я начал сегодня говорить с такого местописания, думаю, многим уже известного местописания. Иоанна 8, 32. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. И я объясняю, и вот все примеры, там привожу разные тоже, что важно не просто уверовать, да, важно не просто принять Христа верой, а идти путем этим еще. Учиться, быть в его школе, что Иисус это не просто эскалатор, как вот, ну, здесь-то нет метро, да, вот, ну, в Киеве, допустим, да, вот, встал на ступенечку и тебя оно само довезет. Давай, окрыли вниз, куда надо, тебе. Иисус, он не эскалатор такой, что он вот встал однажды и он тебя само собой, тебя вот довезет, тебе не нужно ничего думать абсолютно. Нет, нет, это уже современные придумки такие, такого пути. На самом деле Иисус, он даже не намекал на то, что это будет довольно легко, наоборот, он даже предупреждал, что будет непросто очень даже. Он говорил, что тесны врата, говорит, и узы путь, ведущие в жизни, и немногие находят их. То есть он не только, обращая ваше внимание, не только, что ворота тесные, да, но и даже путь, он будет непростой. Но это путь жизненный, это путь, ну, не знаю, настоящей свободы. И еще пример я приводил сегодня, значит, тоже для тех, кто уже пришел, да, а кто был уже, то напоминание, повторение мать учения. Вот, значит, что пример выхода из Египта, вот когда раз перед Пасхой, это очень важно тоже вспомнить, да, потому что наша Пасха Христос, Иисус Христос. Но мы должны помнить и о той Пасхе, самой древней Пасхе. В этом году, кстати, да, исполнится уже 3331 год со временем исхода из Египта. То есть если вести летоисчисление от Моисея, именно от того года, когда фараон был повержен, когда Египет был повержен, 10 казней произошло, вот, египетских. И совершился исход, то идет летоисчисление от сотворения мира, а есть летоисчисление от нашего исхода. И вот от исхода 3331 год исполняется, вот, скоро уже. Вот, и это очень такая интересная история. Вот сколько, да, уже больше 3000 лет прошло, но вот вспоминая каждый раз об этом, знаете, вот, рассуждая об этом, каждый год, да, даже не только каждый год, чаще намного, просто раз в год это уже обязательно, так вспоминаешь, как верующий человек об этом, многому учишься. И для меня большая наука какая вот, последние вот эти, ну, годы, что цыплят, как говорится, повозь не считают, что вышедших было много 600 тысяч человек, мужчин. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, вот, 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 да, пожалуйста, да. Вот, и 600 тысяч мужчин призывного возраста было вышедших из Египта 3331 год назад. Плюс еще, понятно, то есть там много народу было, и тех, кто еще был мал, юн, и тех, кто уже был стар или инвалид, допустим, или, или дети, там, или же уже старики, или же женщины, допустим, да, которые в то время не воевали. И 600 тысяч мужчин призывного возраста вышло из Египта. И из этих 600 тысяч мужчин только лишь два человека вошли в землю обетованную, вошли в Ханаан. На старте 600 тысяч человек. Представьте, марафонский такой забег, а на финише только двое было. Вот такая печальная статистика. Такие у тебя теперь. А там уже на небеса. На небеса-то хорошо. Про это дело речь-то не идет. Спасение – это дар Божий, конечно. А здесь ты еще на земле-то потенциал, который Бог в тебя заложил, разве не хочешь это реализовать? Разве не хочешь узнать? Здесь Бога живого, познать его, и милость его познать, и чудеса, и знамения его видеть. Но это совсем другую жизнь вкусить уже. И вкушать новую-новую жизнь его. И вот пример еще такой приводил. Местописание Иоанна 8,32. Вот вокруг него сегодня рассуждение. И Иисус, когда уходил, вот у Марка в 16 главе очень красиво написано, что кто будет веровать, он сказал, да, он послал учеников на проповедь, и кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. То есть первая вера, первая вера. Потом крещение. Вот, и знаете, многие полагают, что здесь идет речь о водном крещении. Ну, это правда, но это не вся правда. Знаете, как вот, ну, как сказать, полуправда, она бывает хуже, чем порой ложь даже. Вот, это не вся правда, это полуправда еще. Потому что на самом деле идет речь о гораздо большем, чем просто водном крещении даже. Вот, я за водное крещение, я за то, чтобы люди крестились по вере в Иисуса Христа. Я уже давно уже не крещу младенцев. Вот, я благоставляю детей, благоставляю младенцев. Вот, я реформатор, уже 20 лет, уже больше 20 лет уже реформатор. Вот, значит, православный такой обновленец, реформатор. А до 96-го года, вот, будучи традиционным священником православным, я крестил, конечно, там, тысячи младенцев, там, и своих детей. Старших крестил тогда, у нас двое детей было тогда у нас. Вообще у нас сейчас шестеро детей. Вот, двое внуков. Вот, внук и внучка растут, слава Богу. И, так что, моя дедовщина началась. Дедство. Вот, и, знаете, вот, старших своих детей, да, крестил. Я сам крестил, как священник, да, но, знаете, потом в 96-м году рассудил так, что человек должен действительно сам принять это решение. Это как присяга только не земному царству, а небесному царству. Это как, у меня вот трое сыновей. У меня три дочери, три сына сейчас, да, вот. И, значит, и вот за своих сыновей, я же не могу там присягу в армии дать, допустим, да? Или что там, ну, клятву какую-то, да? Вот, могу где-то поручиться, но есть вещи, которые должен сам человек принять решение. То есть, и когда он маленький, да, за него принимаешь решение, да, но когда он уже подрос уже, вот, он уже самостоятельно, он уже унес свой паспорт, он, если что-то он там нашкодил, то, как бы, он сам уже отвечает уже, вот, то есть, есть уже, как бы, и ответственность, и права его, и прочее, как гражданина. И, вы знаете, вот, то же самое преднебесным Отечеством. Это как, не знаю, как, я так рассуждаю о крещении, это как вот, как получение паспорта, что ли, вот. То есть, человек уже, он, может, еще и юн, конечно, да, еще неопытен, но он уже является, ну, полноценным гражданином. Да, ему еще много чему надо учиться, там, и осваивать всего, многому в жизни научиться, но он уже гражданин уже. И вот, как бы, а еще это сравниваю с присягой, с воинской присягой. А когда человек уверовал, да, это как вот, он как на карантин попал. Вот, да, он уже, там, ходит, строим, там, они ходят в эту столовую, допустим, да, кушают со всеми, все. Но они еще не солдаты еще, да. Хотя уже и в форме они уже, там, допустим, да, ребята, и маршируют, и все, значит, но они еще не солдаты. А когда они уже солдаты полноценные уже, да, когда уже присягу приняли уже, да, уже поклялись уже. Вот, нечто подобное, я так рассуждаю, вот, когда человек, он услышал Евангелие, да, услышал о Христе, что Бог, и что Бог любит его, что отдал Сына своего за Него, что Иисус Христос, Господь, Его личный Господь, Спаситель. И он это принял в сердце свое, да, и говорил, и говорит, что Иисус, вади мое сердце, Ты мой Царь, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель. Вот, с этого момента, это как будто бы он, как вот на карантине каком, да, вот, он общается с верующими, он в церкви, да, но он еще, как сказать, не совсем, как бы, ну, не завершенный еще какой-то христианин, да, вот, значит, и вот как печать в документе каком-то, вот, нужно печать сказать, да, вот, как печать такая, это вот крещение, как раз, водное крещение. Поэтому я говорю, я за водное крещение и обеими руками. И вот последние эти 20 лет я крещу только взрослых людей, поверив в Иисуса Христа, вот, или подростков, но именно те, кто исповедует Иисуса своим Господом Спасителем. То есть я, значит, рассуждаю вот так вот, евангельские в этом отношении. Но, кстати, в Киеве мы каждое лето проводим крещение прямо на Днебре обычно, прямо на Днебре и крестим, и иногда на озере, хотя бывало, что и зимой тоже проводили, но редко. А зимой, конечно, там в бассейне, там, ну, дом молитвенный арендуем у писятников, там, на карьерной. Пару раз арендовали у них, там, значит, один раз в Филадельфии церковь на Гласеевской тоже арендовали у них свой, баптистерий, у них свой бассейн, прямо в церкви свой бассейн. Вот, и мы там арендовали, и проводили служение, погружали людей, прямо зимой, очень хорошо. Там раздевалочки, все, все удобства. Вот, но мне больше мили как-то, не прямо, честно говоря, прямо на реке, прямо, как-то, оно и красивее, и как-то так, и лучше, не знаю. И у нас каждый раз это как евангелизация получается еще, потому что, знаете ли, не просто там только свои, а там, как бы, и пляж, там, и люди приходят, и смотрят, и слушают, и, как бы, и тоже на уст мотают себе, будем так говорить, славя Бога там. То есть, я завод на крещение, но, когда Иисус говорил о крещении, там имелось в виду и гораздо больше, чем просто крещение. Открою вам секрет, братья. Там, значит, слово «баптизо» стоит, да, «баптизо», «баптизо». Вот, от этого слова происходит у нас «баптист». Да, «баптист» это, раньше в советское время ругательным, как бы считали, да, словом. А так, оно уж неплохое слово, хорошее слово, означает «крещеный», как бы, да, человек по вере, крещеный, «баптист». Вот, но «баптизо», вот, в современном греческом языке, да, оно означает «погрузиться», в смысле «окунуться». Окунуться. Но во времена Иисуса, и до него, там, летом за 300-400, до Иисуса Христа, и после Иисуса, еще летом 500, не меньше, слово «баптизо» употреблялось немного в другом значении. Погружение, но не в смысле окунания, а погрузиться и там и остаться. Погрузиться и там и остаться, и просолиться всем этим, пропитаться всем этим, во что-то погрузился. Одним словом, это слово использовалось чаще всего, там, ну, в двух случаях использовалось оно в Древнем мире, во времена Христа, для прокраски тканей, описания прокраски тканей, значит, и соления огурцов. Ну, в основном, к огурцам относится это слово в то время. То есть, представьте, слово «баптизо» до Иисуса, до нашей эры, оно встречается в греческой литературе, но всегда оно для описания соления огурцов. Представляете? Вот, значит, кстати, еще, братья, слушайте, малосол, вот любите малосол? Вот малосоли огурцы имеют свой прелесть, да? Какую? Они сочетают вот еще свежее состояние свое, да? И немного сольца, чуть-чуть, на шкурке уже соль, а внутри еще свеженькая есть еще. И вот, значит, и вот это сочетание свежего и соленого свой прелесть создает такой, да? Но греки древние, вот малосол, баптизо не называли. То есть, они считали, что баптизо, баптизские огурцы, да, как бы, это те, которые имеют соль уже внутри себя уже. Не просто на шкурке, не просто снаружи где-то, а внутри себя имеют соль уже эту. Понимаете, да? И в Новом Завете говорится, интересно, имейте соль в себе. Имейте соль внутри себя. А, у меня вода есть. А, вот для брата. Спасибо. Вот, да. Любой ваш каприз. Да, и поэтому, как говорится товарищ огурцы, с грядки в катки и просаливаемся. То есть, баптизо имелось в виду, что Иисус сказал? Что, получается, кто уверует, да, и погрузится в меня, и пропитается мною, будет спасен. И тогда чудеса изныны не будут сопровождать жизнь такого человека. То есть, в контексте того мира, да, того времени, употребления этого слова, вот так можно, на современный русский язык, можно так вот именно изложить все это. Что, кто уверует, погрузится, а у Матфея там говорится о погружении в Отца, да, Сына, Святаго Духа. Вот. То есть, погрузится в Бога, в самого, да, и пропитается им. А как пропитаться? Как пропитаться? Да, да, учением, учением Христа. Пребывать в нем, размышления о нем. Вот. У нас пропитка происходит здесь и здесь. Вот. Сердце и разум. Вот. И пропитаться его присутствием, общением с ним, молитвой. У Матфея записано, интересно, еще слово такое есть, 22-29, у Матфея, 22-29. Там в 22 главе, там просто разговоры описаны, очень интересно такой, Иисуса с этими садукеями, ну, ученики Садока. Это одно из направлений тогдашнего иудаизма. Так вот, значит, и в 29 стихе, 22-29, Он сказал, заблуждаетесь, говорит, не зная Писаний, ни силы Божьей. То есть, Иисус имел в виду, что заблуждение вот тех людей, да, и вообще заблуждение, они происходят, первое, незнание Писания, и второе, незнание силы Божьей. Я так и рассуждаю, что вот для нас, новозаветных верующих, отсутствие пропитывания Богом, да, вот просаливания им, это из-за незнания Писания тоже и незнания силы Божьей. То есть, это знание, это теория и практика, проще говоря, теория и практика. Знание Писания, это как теория, ты должен быть теоретически подкован, значит, да, знать теорию. Знание силы, познание силы Божьей, это как практика, практическая твоя работа. Вот у вас здесь вообще для практики, чтобы Поле, ну, пожалуйста, вышел с утра там и взывай Господу, да, значит, вот, и вот личный опыт, личный опыт общения с ним, это ничто не заменит. И то, и другое должно быть, без, вот, как бы, бывают перекосы, конечно, у разных верующих, по-разному бывают, да, у всех бывают перекосы время от времени, то в одну, то в другую сторону, то в теорию, то в практику. Вот, но в идеале, идеальные верующие, идеальные просолки, как говорится, огурец, да, вот, должен иметь и то, и другое. Вот, и в Слове Божьем, как в теории, да, религиозной, там есть все, но вот нужно все принять в себя верой, растворить верой, принять в себя это. Вот, так что, вот так, друзья. Аминь. Просаливайтесь, пропитывайтесь Господом, вот, и когда просаливайтесь, пропитывайтесь Господом, то, вот, действительно, тогда вот свершается, вот там, те чудеса, что Иисус перечислил, да, ну, они, как бы, вкратце разъясняют, вообще, всю природу сверхъестественного, вот, все, что происходит сверхъестественного, вот, и там говорится и об освобождении от бесов, там говорится об исцелении больных, то есть, все это происходит, иные языки, вот, и, то есть, разнообразные, я так понимаю, языки даже, разнообразные языки, вот, крещение Духом Святым. Кстати, вот, есть учение о крещениях, учение о крещениях, вот, и это, действительно, ну, это, это библейское учение, друзья. А еще, вот, про огурцы там понятно, да, история, как бы, понятно, но, почему Бог хочет нас просолить собой, да, пропитать, чтобы мы пропитались им, чтобы не только нас спасти, а и тех, кто возле нас, Он хочет это сделать тоже, почему? Потому что, вот, я так у себя в церкви пример такой тоже привожу, если, допустим, вот, винегрир делаешь, да, даже не нужен тебе соли, если есть миска соленых-соленых кольцов, нарезал их, перемешал все, и все блюдо солено, да, я так говорю, смотрите, если, даже в Писании говорится, что благословение народу, да, стране, там, городу, где много увеличиваются праведники, умножаются праведники, то есть, когда людей много достаточно просоленных Богом, да, пропитанных Богом, то тогда все блюдо становится уже вкусное, понимаете ли? Если мало праведности в каком-то городе, да, там, и есть там пару святых, и те, как бы, так вот, так вот, спятаны на десятые, то, как бы, и все безвкусно становится, то есть, соль земли, Иисус имел в виду, да, соль, что мы, вы, соль, мы как раз, вот, каким образом, не сами по себе мы соль, должны понимать это, да, а по стольку, поскольку им просаливаемся, то есть, не сами мы источники этой, как бы, соли для этой земли, то есть, сам по себе человек, он не является ни источником света, если честно, так положу руку на сердце, вот, значит, опять-таки, это зависит от того, насколько ты просвещаешься его светом, в этим словом, да, значит, и то же самое, не сам ты являешься источником этой солености этой земли, Бог, которым ты просаливаешься, которым ты пропитываешься, вот он является источником солености этой земли, вот так вот, так что и кривому руку будет в целом, и кривасу благоставения, если есть много будет людей просоленных, и наоборот, если нечестивые умножаются, то, значит, земля, она теряет свой вкус, то есть, имеется в виду, земля не плотная, не, это, хотя это тоже земля, тоже, зависит от человека во многом, вот, зависит, потому что в Библии говорится много, помните примеры такие, что если люди будут смиряться, да, и взывать к нему, да, каяться, то Бог обещает не только прости грехи человека, но и исцелить землю, то есть, Бог обещает, ну, там двояк оттолкований есть, конечно, и одно из толкований имеется в виду, что исцелит, ну, людей, да, землю сердца, как бы, да, что людей, которые, может, даже не взывают к нему, то есть, вокруг нас людей будут тоже Бог будет исцелять, вот. Вот, как, допустим, Павел и Сила, помните, да, братьев этих наших, да, старших, да, они были избиты, вот, значит, бросили в колодки, в колодки забили, значит, там, и бросили в темницу, вот, они воспевали Господу, да, значит, и когда земля потряслась, и чудо произошло, что у них узы ослабели, то, значит, и вот у тех, кто был возле них, а там же были, ну, не за веру люди, это только они двое были, там, за веру сидели, за Христа-то, а остальные даже сидели так вот, ну, за всякое, там, ну, чаще всего по делам люди сидели, знаете, вот, но, самое интересное, у всех узы ослабели написано, у всех, то есть не только у Павла и у Силы, да, вот Бог сказал, вот для верующих я вот ослаблю узах, а у вас, пускай, наручники еще сильнее, затянутся у всех остальных, не-не-не, самое интересное, у всех узы ослабели, вот, и темницы распахнулись для всех, то есть это тоже образ такой, что Бог не только верующих, да, смиряющихся, верующих, молящихся, Он благоставляет, но и те, кто слушает нас, те, кто возле нас, Он тоже благоставляет, то есть и древнее толкование тоже, еще и еврейское толкование, там, и христианское толкование, говорит, что исцеление земли, это имеет в виду еще исцеление вот людей, сердец людских, которые даже не знают Бога вообще, даже не знают, мертвы, как бы, для Бога, как казалось бы, но и другое толкование, что и буквально физическую землю Бог тоже исцеляет, и примеров тому очень много тоже, очень много примеров, вот, даже исторических, там, я не знаю, там, в 18 веке, вот, Приазовье в Украине, даже далеко не надо ходить, в Украине было чудо похожее, Приазовье, от Мариуполя до Бердянска, вся эта территория, это же были солончаки сплошные, значит, и вообще там земля была мертвая, вот, даже крымские татары называли это землей шайтана, значит, эту землю, значит, эту территорию, значит, была мертвая, даже там войска, там, царские, там, когда хотели идти, там, они же не могли там нормально путешествовать, потому что это, поэтому татары еще там сохранялись еще в Крыму долгое время, да, нетронутым, потому что, значит, огромное количество армий было трудно, будем так говорить, по этим землям проходить, потому что не было воды, вот, колодцы пытались рыть, вода была мертвая, вот, и соль, и все, вот, и даже когда при Екатерине Великой, там, значит, эти земли пытались бесплатно их сбагрить, то голландцам, то англичанам, то еще кому, те приезжали специалисты, осматривали землю и отказывались, и даже бесплатно, и даже за деньги Екатерине предлагало платить, чтобы они возделывали, пытались возделывать хотя бы эту землю, бесполезно, признали специалисты землей непригодной вообще для проживания, для, вообще, бесперспективно земля, вот, а чуть попозже эта земля была исцелена, сверхъестественно, Богом была исцелена, почему, туда выселяли, стали, на верную смерть, туда стали выселать в конце, в самом 18-м, начало 19-х веков, там, верующих, молокани, духоборы, там, там, еще кто-то, там много-много разных верующих стали выселать, в основном с Харьковской, вот отсюда, кстати, Днепропетровская область, Харьковская область и какая-то еще, я забыл уже, значит, с Харьковской области, там, село Охочье было такое, Колесниковы были там, селуан Колесников такой, и Кирилл и Петр, его дети, короче, там, стали высылать, вначале, группы верующих, потом целые села стали переселять туда, на мертвые земли, на верную смерть, просто-напросто, на верную смерть верующих, вот, это те, которые, они стали евангельскими такими верующими уже, их назвали духоборами тогда, духоборами, и этот село Охочье имел откровение, значит, что мы духом побораем, и, ну, побеждаем духовно, как бы, да, а еще, что Бог есть дух, и поклоняющиеся, мы должны поклоняться в духе и в истине, вот, такое было откровение у него, но, ну, я на семинаре постараюсь кое-что об этом тоже рассказать, кстати, вот, хороший очень пример. Одним словом, земля была истелена, когда уже, там, в начале 19 века, ну, не помню, начало 30-х, что ли, годов было, да, уже 30-е годы были, 19 века, значит, с Харькова и потом с Петербурга приезжали вот эти специалисты, которые, ну, карты, в то время карты переделали, карты перепроверяли, картографы, да, и также исследователи земель, значит, описание всех земель должны были дать, вот, и каково же было удивление вот этих специалистов, приехавших там с Харьковской консистории приезжали, вот, они ахнули, руками разводили, как, это ж мертвые земли, они обозначены везде на карте, наши мертвые земли, вот, а там сады, поля, вот это, да, села, люди живут там, царское правительство думало, что они там уже все сгинули, либо верующие, либо разбрелись все уже давно уже, а те, кто остались, все сгинули там уже наверняка, вот, они живут себе там, припеваючи, налогов не платят, тысячные села, вот, значит, и припеваючи живут, тут, значит, сады у них, поля, все есть, вода, здоровая вода, колодцы, там, вода не глубокая, то есть не надо большие колодцы копать, и вода здоровая вода, что здесь произошло, короче, они были в недоумении, надо было карты все полностью перевисовывать, это уже была не земля мертвая, а живая земля, села, а еще их ошарашили просто это, тем, что им сказали, что вот это вот незалежная духоборья, такая страна, вдруг, значит, да, такая самостийная, образовалась такая стихийная, значит, сама самостоятельно, налогов не платят, живут себе люди, себе припеваючи, короче, там в Петербурге за голову схватились, а потом выяснили, что, да, значит, вот, сегодня чудо сверхъестественное, верующих высылали, спрашивали, как вы здесь выжили, все, как у вас, ну, дела, значит, там, они говорили, что, да, молились, отцы наши, и мы, говорит, молились, да, вот, значит, и Бог исцелил землю, вот, то есть, даже физически, буквально, реально Бог совершает эти чудеса, вот, и пусть Господь благословит и приумножит, вот, наше Богопознание, это не только нам нужно, но и тем, кто возле нас, тем, кто на нашем пути встречается, Бог не только хочет нас спасти, но и многих людей, которые вокруг нас, тоже хочет спасти их, а еще, я помните, сказал, что, значит, в двух случаях это слово баптизу, запомнили, да, употреблялось, первое, значит, вот я писал, рассказал про огурчики соленые, запомните, да, вот, значит, а еще для чего, это прокраска тканей, в то время ценился пурпур, красная ткань ценилась, и, значит, и, значит, даже кусочки, даже ленточка красная на одежде, это был уже знак уже, ну, что человек уже не бедный уже, либо не бедный, то есть, простой обычный человек, обычный крестьянин не мог себе позволить, только лишь на какую-то, может, праздничную одежду, кусочек совсем небольшой, из этих моллюсков вырабатывали вот эти краски, пурпур этот, и что интересно, настолько качественная прокраска, да, что до сих пор вот археологи находят, тысячелетия уже, и следы этой прокраски видны, следы вот этой краски, удивительно, то есть, как бы, представьте, какое качество делали, да, вот, значит, и, но что еще впечатляет, что в то время не только хорошие были мастера, но и халтурщики тоже были, то есть, были те, которые, ну, некачественно делали, вот, значит, и каждый полис, каждый город, да, имел свое, как бы, ну, контроль качества, вот это как...